Баттл Рояль Балов получает главный приз шоу 100 тысяч рублей Давай! Тебе! Это Украина, это рах Ну сдаваться не вариант Раза 3 ДАААААААААААААААААААВ В первый юфы ки по ступенькам 125 мне баллов и все остальное тебе БЛЯТ итак уважаемые баттлеры всем доброе утро хочу сразу вас спросить как ваше настроение я думаю что скорее всего оно на высоте потому что вчера команда sbs легендарно во второй раз победила в международном конкурсе от вэнс давайте похлопаем это было легендарно если какие-то комментарии по вчерашнему дню все всем понравилось бомба все замечательно как это скромно они реагируют традиционно будем начинать жеребьевки олег да да пришло время кто сегодня туса кто шестерка раз два три погнали я лично очень рад что ты сегодня шестерка добро пожаловать на проект батл рояль и на мой уютный диванчик в моих руках находятся пять карт первое достаточно просто но с большой градацией классика называется задание бар на менуал на вип от 15 до 80 баллов едем дальше следующее задание называется не докрутил сделать line из пяти трюков с рулем повернутым на 180 градусов градация баллов от 10 до 100 баллов будем смотреть что вы сделаете если сделаете ну а мы двигаемся дальше и на очереди у нас турист в маске и ластах сделать 360 со ступеней тут я сразу хочу сказать на вас кроме шапочки резиновые ласт и трусов ничего не будет то есть зритель увидит твою душу буквально если ты понимаешь о чем я ну то есть насколько твоя душа скукожица и ласты подобраны с особым размахом вот посмотрите протектор достаточно рельефный я думаю что он будет хорошо держать педаль и градация баллов от 40 до 80 соответственно чем ниже ступеньки чем чем хуже 3 а тем меньше баллов ну так вот все просто но выполнение задания у нас дается 10 минут едем дальше здесь достаточно все просто полиглот задание называется уговорить прохожего перепрыгнуть через него на bmx разговаривая на английском языке тут есть носка можно использовать телефон но нам конечно не хотелось бы чтобы использовали максимум можно получить за это задание 8 баллов не думали комментирует давайте без телефона и теперь самый топ сегодняшнего дня задание называется снежанна весь день провести волосинах топики парике джинсовом комбинезоне и отзываться на имя снежанна за за это можно получить 100 баллов акцент тебя начинаем какое задание выбираешь не помню как она называлась давай ластый маск неплохо хорист неплохо вторым у нас был ерема так можно еще раз ознакомиться снежанна классика не докрутил и полиглот короче или полиглот или снежанна не нравится его тактика такой тактика можно победить опыта гарантируем до 80 а тут с наслежание слушал говоришь я понял да а если не уговорю этого 0 а там за туда входит получается лосины парик и что там топик лосины топик комбинезон джинсовые такие короткие шортики парик да я наверно пикинг лишь как вообще 0 я думаю что я выберу полиглот красава я английского я убираю это задание чуваки обрывает короче ну после вчерашнего дня когда делал ван эти бар с этих ступенек я повредил ногу и сегодня я не очень хочу кататься и сегодня мне придется зашквариться я хочу выиграть и ну баллы надо зарабатывать я был уже готов на все я буду социальные задания мой взгляд самая выигрышная стратегия брать социальные задания как можно быстрее на себя самые дорогие и обязательно их выполнять они все посильные даже если сумасшедшие ничего страшного и я думаю сейчас темик наверно первый кто это понял он выдохнул он выдохнул вован классика или не докрутил в общем беру классику я самому начало только сказали эту карточку хотел взять ее но потом меня очень снежана к себе привлекла потому что 100 баллов за ничего тоже хотелось выиграть но я думаю покажу себя на этом трюки классно поэтому это беру можно что-то я думаю ты справишься да я прокомментирую что надо парни знаешь иногда я загадываю трюки с перевернутым рулем парни все готовы конечно итак ну что открывать сегодняшний соревновательный день будет акса козырной туз в рукаве и кей второй раз тузяра вообще что творит этот парень начнем на и на саму маленькую но но очень приятно это очки замечательно сразу примере также черная шапочка блестками от другого задания кажется тоже очень красиво и место тоже замечательных цвет у акс но это очень хорошо как знал реально вот подбирал специально подошву все просил зима и мы идем это или между прочим чуваки мы тебя провожаем комнату для переодевания переодевайся и потом ждем твоих комментариев где-то будешь исполнять труп пока что все меня устраивает но пришло время надевать ласты они вообще разные нет ну что 100 метров ты готов олег говорит не свою худи надел а ласты аксон свои надел на понятны я не подумал как тормозить водичка теплая уже потрогал надеюсь да олимпийский чемпион сколько у меня времени минут 15 я начнем с обычного если прикатаюсь к этим новеньким туфлям это чё-то жму слегка вы можете еще попробовать посерьезно вот она рыбу мою кучу давай здесь звоните я вам поносить по носу пробиваем жёсткие люди жёсткие люди, видишь, уговаривают его ещё наваливают трюков просто не щадит его вообще, видите, что он соглашается это развод, ребят, не подписывайтесь на такое но подписывайтесь на наш канал СБС, пожалуйста, вот ссылочки кликаем, колокольчики всё, всем обязательно рассказываем в своих соцсетях, потому что вы должны это видеть, ваши друзья должны это видеть ваши соседи должны это видеть это просто must see тем временем у нас 8.30 остаётся всё это время мы думали, что бы ещё сделать и Акс почти готов он ничего не видит да, чуваки, если что, они серые, ужас просто по ощущениям едут чуваки, это полный фарш чуваки, это полный фарш Лучшие, лучшие они вначале дали мне, на самом деле, надежду ты по классике пошёл по социальной ветке второй день социальную тему активно толкаешь Олег, твои комментарии? ну, на мой взгляд ты не только социальные темы делаешь по классике, но и ещё кое-что ну, наш ответ ты тоже знаешь скоро вперёд иду ситуация следующая мы ещё вчера заметили, что один из участников а именно Ерёма хитрит заданиями раз, два, три бам, время пошло смотри, смотри, засуетил, засуетил побежал, побежал, побежал короче, чуваки, тактика такая найти какого-нибудь типа желательно студента, школьника ну, лучше студента, потому что вероятность что он знает английский большая чуваки из чья английского ну, знание английского примерно 0,8 где нахуй все чуваки? кто-то по телефону говорит время, время идёт там не хватит минуты а, мне нужна кофта чтобы поселить под чувака ща, я возьму да, попробуем с тем типом так, чуваки, короче, телефоном пользоваться нельзя но я-то не такой человек извините меня я стрельнул в прохожего чипа, точек из золотитратки написал самую подходящую фразу на этом листочке только напиши так, чтобы было понятно его ждёт сюрприз мы всё это видим короче, в двух словах, там было написано, что помоги, пожалуйста, мне выполнить задание мне нужно через тебя перепрыгнуть на велике и там ещё было написано, ну, на всякий случай типа, я заплачу тебе 100 рублей хай хай, брат одну секунду я могу прыгать эээээ... please я снимал на прохожего я могу прыгать на overview через меня? да Нет, я на пару опаздываю. Один секунду. Пожалуйста, бро. Я постелю тебя. Просто вот так брать. Вот все. Пожалуйста, бро. Один секунду, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я даю тебе 100... ...рублей. Пожалуйста, бро. Говорю, за пару опаздываю. Стой. Пока курил бы, чёрт, не может, и сразу бы прыгнуть. Осталось? Я успею. Погнали. Я просто завоприл. Как там будет? Слышу, это... I filming to... I filming to project. Погнали вон к Шамилю. Hello? Do you speak English? Чё? ***? ***? ***? ***? В Ростове английский *** знаю так же, как и я. Поэтому идем просто к каким-то девчонкам. Надеюсь, они *** меня поймут. Я ему говорю, а... Do you speak English? И он, чё ***? Ха-ха. Hi, girl. One second. А... ***. Can't I jump over you? ***? Please, 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 please. Короче, ладно, чё прочитать. Чуваки, я думаю, они уже согласились? Пожалуйста. Плиз. Чуваки, вот так это *** делается, если чё ***. Давай через голос. Чуваки, мне *** сделать задание, если что. ***. Тёмень, как будет, спасибо ***. давай листочек сюда шпаргалка у тебя, я смотрю так, листочек, спасибо, иди выполняй без листочка с другими людьми осталось у тебя 12 минут все, девчонки, спасибо вам конечно, никуда не получилось, ну ладно все, я уже забыл текст английский, плана B не было у меня, если что сука, я этим телкам не смогу объяснить да ебаный в рот, нужен чувак я не смогу объяснить 10 минут 40 секунд они палят, они точно хотят чтоб ты подошел к нему как там как там для прыжок будет я забыл подсказка из зала, я меняю задание жесткая игра, жесткий батл не что-то такое было там еще и подкуп был действующих лиц что был? да, да, да подкуп, подкуп еще I give you 100 для чего докатился? can I jump over you? 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 б***ь, ну ебаный в рот погнали аааа б***ь please I can't jump over you please please вот я вам постелю пожалуйста please want jumping please окей please не понимаю, что я им говорил я просто набор буквы говорил похоже на английский но очень далеко вот так что мне кажется это будет за эмоция а так типа я не пытался там как-то сочетерить там типа скрыть что-то такое нет такого не было девочки вам заплачу вам заплачу please и и и и и и и чуваки все я могу на русском говорить я могу на русском говорить спасибо большое девчонки английском я конечно вы поняли спасибо большое да короче щекину я вообще даже не понял что я сказал can i jump over you ну ладно уже со второго раза считали все удачи с особым трепетом я сейчас хочу проводить артема и пригласить в эту студию снежану а дело в том что на сегодняшний съемочный день артем покидает нашу площадку и реально действительно перевоплощается в героиню под именем снежана более того у нас предусмотрены штрафные санкции ты можешь рассказали когда на самом деле задание становится немножко групповым так скажем везде необходимо называть снежану снежаны и если кто-то из участников назвал снежану не он получает штраф минус 5 баллов до конца дня действует правило full комплект передаем тебе торжественно проходи пожалуйста в нашу переодевалку значит это как модный приговор и мы тебя ждем на нашем подиуме через 15 минут спасибо мальчишки давай снежану вылетай чё кисламбур я это говно не выбрал а он еще с одной лямкой я чё ки ваще-то ты очень красивый как это работает с этого момента ты официально признаешься снежанной и кто назовет снежану не снежанной будет остропован просьба всех соблюдать это правило тёмыч сделай вот так опа первый первый Олег записывай минут пять мод О-ля-ля! 50 баллов с тебя мальчик! мне рассказал Артём то что он получил вчера травму и кататься он не мог и он был готов выполнять любые социальные задания главное чтобы просто был ноль вот и для меня удивление то что я заработала Артему какие-то баллы вот с такой травмой хоть в сердце моем навсегда снежанна но в голове я понимаю что мы должны переходить уже к каталке и на это задание Олег, сколько у нас времени? у нас по регламенту отведено на задание классика 15 минут и мы начинаем 1 2 3 убежал даже не дождался ну ладно имеет право ну вообще я посчитал что есть 15 минут это где-то 20 попыток таких именно собраться ну надеюсь получится побыстрее тяжело вот это движение типа опустить колесо и потом закрутить век нужно будет очень быстро как соник попробуем эх извини меня ну отлично остановить ну какой же вы руководите 11 в 30 Ступеньку прижимай Давай-давай-давай Что, классика не такая уже классическая оказалась Может подышать, Вован? Вован начинает уже эмоционировать Орет, немножко ругается, все переживают сильно Все, пошла последняя минута И мы двигаемся семейными шагами К первому фейлу из-за времени Смотрим, что будет Я не успел бы там фокус настроить, да? Ну, не, ну мы сняли? Ну да 30 секунд, сейчас возьмешь, давай Давай еще одну попытку, быстро 6 секунд, 5 секунд Еще одна попытка, мы засчитаем, если он начнет ее Одна секунда, время Первый, первый фейл из-за времени Что сказать, обидно Он несколько раз практически сделал Старался как мог Он просто как заведенный ездил по кругу, пробовал Это очень жестко Он кашляет теперь, я не знаю, что сказать Это, что ты думаешь, Макс, о том поводе? Это игра, это игра И в игре всегда есть В игре всегда есть лохи, которые переоценили свои силы Фух, не сказал бы, что я переоценил свои силы Я понимал, что я это могу сделать, как бы Но, что-то да, что-то не получилось Ну, видно было, что попытки были очень близкие, очень близкие Но я все время думаю, что я какой-то робот Что у меня бесконечные силы И забываюсь о том, что я, ну, человеческий фактор есть тоже Устал, устал, я типа устаю Смотрите на него, он просто без остановки катался Это, нифига себе, такая, это, кардио такое, серьезное А, что думаешь, чего не хватило? Время, Таня, мало катаюсь сейчас Потому что все время травмы были какие-то И так получилось Ты все равно очень крутой Большая честь для нас, что ты принимаешь участие в нашем шоу Это было круто, это живые эмоции И вы первые свидетели всего происходящего Я вам завидую Ты завидуешь им? Да, завидую, я нам завидую Я здесь нахожусь Что, хватит Как так можно, я не понимаю Я что-то был уверен, что это сделаю Тяжело, тяжело реально Должно более стабильно кататься Ну, ничего, сейчас приехал в Рашку В Курдейские парки Буду зимой тренироваться Сегодня, может, бой проиграл Но война еще не закончена Если я что-то собрался делать То я делаю это, ну, стараюсь делать это качественно Не всегда это получается, но я стараюсь Ну что, и мы переходим К заключительному индивидуальному заданию И карты вообще таким образом сложились Мне кажется, на планете вообще это самый удачный расклад Который мог себе представить Самый олдовый представитель нашей банды Моныч, Олег, твои комментарии? Я знаю, что Мон умеет такие трюки И я уже знаю линию, которую он задумал И на мой взгляд, это максимальный балл Я уже за спойлеры сразу Вот, у нас единственная проблема В чем? Что есть всего 20 минут на это задание И, ну, бог знает, успеет он именитит Мон, тебе удачи Все старички сейчас примкнули к экрану И такие Давай, давай, Мон, руби! С этой линии Мон может сегодняшний день забрать у молодых, я так думаю Сразу скажу, что эти трюки в такой комбинации я никогда не делал И сейчас для меня будет некоторое открытие в середине этой линии Прикидывал, что я смогу сделать, в принципе Ну, наверное, это одна из самых сильных линий, которую можно сделать Вот, руководствуясь данными правилами и спотом Время начинается Остается 13 минут Уже одна линия не очень четкая, но есть в запасе у нас Мон будет добирать до идеала Это вы из серии вот этих дебилов, которые разбивают грамот, да? Что, дебилов? Вы снимаете, да, дебилы Неужели у вас нет больше ни места, ни площадок, ничего Мы что, должны как уроды жить, все разбитое, перебитое Благодаря вашим экстремальным всяким увлечениям? Иди он! Благодаря вашему миру! Чем? Чем? Все сделал Опять Просто, респект, Моныч, я в шоке Мон, BMX, great again Когда я молодых спросил, сделали бы они эту линию просто с обычным рулем Они сказали, что нет Я тоже лично не сделал бы даже с нормальным рулем Когда я попробовал сделать 180 на своем велосипеде С повернутым рулем А у меня руль сильно вперед, еще наклонен Я не смог Я не знаю, как он это сделал Это очень круто В принципе, вообще круто, что получилось И что, в принципе, она далась, ну, скажем так, не кроваво С таким рулем в барах Я никогда даже не пытался его так сделать И, наверное, никогда не буду больше делать Потому что это, ну, реально небезопасно То есть, я не хотел наткнуться на руль Или удариться об грань Поэтому, в общем, ну, круто, что получилось с первой попытки фактически То есть, первый же бар, который я кинул Он закончился результативно Все большие молодцы Поэтому, во-первых, я хочу услышать аплодисменты Давайте похлопаем Ребят, реально, вы очень нам сильно понравились По традиции, значит, мы квитаемся с нашими индивидуальными заданиями Поэтому по команде 3 давайте их разорвем Ну что, готовы? Ну, вот он на рвет получается Ну, он пытался Но он уже порвал Все остальные готовьтесь рвать по команде 3 Раз, два, три Вот так вот, молодцы, молодцы, молодцы Да, молодцы, спасибо еще раз большое Это было круто Не просто так, на самом деле, мы заставили Акса вернуться к истокам К ручейку вернуться, так сказать У меня в руке, друзья, командное задание Причем, там есть очень серьезные нюансы по баллам И командное задание, как и первое, и второе Акс будет выполнять согласно установленным нормам Как и снижать Значит, смотрите, друзья Задание называется «Пол – это лава» И мы стоим напротив пота, где будет происходить все это действие Вы будете ездить по кругу, каждый из вас на велосипеде И как только мы с Олегом поворачиваемся Мы выкрикиваем липстенд И вы на этот липстенд должны запрыгнуть на вот эти поребрики, будем их так называть Кто делает это последний, выбывает И так до последнего человека Максимальное количество баллов за это задание – 100 баллов, ребята То есть можно сразу улететь А дальше начинается небольшой прикол Второе место получает 50 баллов Третье место получает 0 баллов Четвертое получает минус 50 баллов А пятый получает минус 100 баллов В смысле? Фибол Это супер-простое задание, но за него можно получить минус 100 баллов Ситуация такая, что все ребята катаются с правой ногой и спереди, а мой катается с левой И если делать круг, то пришлось бы делать два круга, потому что мой бы двигался в противоход И мы решили устроить просто хаос Поехали! Поехали! Фибол! Санек, минус 100 Минус 50, все, спрыгиваем В ноль! Слава богу! Ты можешь перетеваться! А, нет, плюс 100 Не знаю, я тренировался, прикидывался, думал, ну вроде нормально заходит, там Фибол, Смит А потом ласта зацепилась, и я такой, блин Так, поехали, поехали, не расслабляемся Блин, Мон, ну ты очень круто все равно делал себя Ты красавчик, бро Я думаю, что данное задание, командное, вот это вот с гранью, оно не столько как бы дает понять, что баллы легко потерять или набрать Сколько обесценивает, может быть, какие-то силовые трюки, по сравнению с тем, что можно баллы потерять или набрать на совсем простых, которые не требуют, ну, BMX скилла Доблбэк Я уже далеко от грани Стараюсь на нее прыгнуть и слышу уже в воздухе, как кто-то приземляется Ну, цок и цок И я только потом цок Я такой, б**ть Вот это... Ничего себе Смит 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 Ну, ты упал, палец не взяты, кому это, Снежана Надо было быть внимательнее, во-первых, можно было посмотреть, за что Аксена выгнали, а во-вторых, можно было просто слушать правила Так кто Снежана? А, ну плохо Покажи пальцам, кто язык Снежана? Вот, вот он, вот он Вот он я, вот он Красава, я тебя спорта Я прыгнул на Смит, и именно в этом месте был стык, сломана грань Я приземляюсь, и, может, из-за этого я сбился, типа, ну, короче, меня начало то ли косить, то ли что-то Такое Я просто начал сразу на автомате спрыгивать, типа, на автомате, да, это только так Вот Ну, у нас в руках заключительное групповое задание, которое мы будем выполнять сегодня И, так как мы работаем в очень оперативном режиме Нас пустили на эту площадку буквально на 20 минут Так вот, друзья, последнее задание называется «Футболист» Оно в групповое, как я уже сказал Каждый в своих луках, это вот особый имидж, обратите внимание, присутствует здесь Так вот, правило BMX-бола Два тайма по 7 минут Каждый из вас сам за себя Задача каждого из вас забить гол Олег ведет подсчет забитых мячей Соответственно, после этого мы подводим результаты И тут самое интересное У нас есть некоторая разрывовка, но Олег предлагает ее изменить Да, у нас изначально это задание стоит 30 баллов И как происходит награждение? Первое место 30 баллов, второе место 15, третье 0, потом минус 15 и минус 30 Но в связи с последними событиями так понравился нам опыт вот предыдущего задания Что мы решили увеличить стоимость этого задания И пускай, пожалуйста, первое место будет 70 баллов Нет, давайте 100 баллов Первое место будет 100 баллов, второе место 50 баллов, третье 0 Потом минус 50 и минус 100 соответственно Поздравляю вас Так, а если 0-0, если вообще никто не забьет? Если 0-0, минус 100 А кто будет в воротах? Никто Давайте мы сделаем так, никто в воротах никого Ворота будут одни Можно как угодно драться, сопротивляться Велосипеды на пол ранить нельзя Мы пообещали, что все будет нормально с площадкой Вы должны оставаться на велосипедах Ногами можно бить Время на велосипедах Одной ногой можете бить Можете и касаться земли Главное, чтобы 3 конечности было у вас на велосипеде Это главное Ребята, времени мало Надо начинать Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на матч столетия На матч столетия я сейчас нахожусь на центральной арене Ростова Где собираются 5 профессиональных футболисты-БМХ-еры или БМХ-футболеры Ну что? Да начнется бой Первый опасный удар поворотов и это гол! Ооооу леса на яхонцелло Бес Я напоминаю, что пока у нас счет 1-0 Нападающая пока ведет иииииииииииииииииииииииииииии Вот она стратегия Мониньо, Мониньо, запомните это имя Ну, конечно, я сразу понял, что надо быть таким птичником второго порядка Меня тут же поддержал Тёма Короч Увидев, что я отошел в сторону ворот, он понял, что я буду делать Ну что, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Куда же смотрит арбитр этой встречи? Ну что, и Мониньо, Мониньо О, Снежана! Снежана кончила! Ну, у нас спорный момент Вар, 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 нам нужен вар, нам нужен вар Обязательно рассмотрим этот эпизод Вот, в ярчайших деталях Снежана кончила Только что теряет Посмотрите, Аксиньо засмотрелся на своего соперника Ну, я вроде еду, всё контролирую Потом хочу ударить и понимаю, что ударяю не мыском, а вот этим ластой Которая прогибается И то удар не такой, то пацаны там стояли на рамах И закрывали телом Не знаю Украинский... О, что произошло? Потеря цепи Фантастика Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-о-ой-ой-ой-ой-ой Остановка Мы видим цепь на футбольном поле Судья не прекращает эту игру Так, небольшая остановка у нас Небольшая остановка О, прям в судью Фантастика Ой-ой-ой, очень опасно Сейчас могут быть забиты Вот, что это? Снежана Это Снежана Снежан походится на допингах Изначально все решили Встать возле мяча, чтобы поскорее Ухватить мяч и просто, типа, улететь Вперед к воротам Я увидел у Мона, как он стоит Спереди, и я поняла То, что нужно сначала постоять чуть-чуть У ворот, просто, типа, ну, ребята Будут забивать-забивать, я буду перехватывать Мяч и забивать сама И хороший удар, Мон в защите Отрабатывает великолепно Отдыхайте, минута отдыха, минута отдыха Дорогие футболисты С интервью, прям с бровки Наш корреспондент находится Максим Васлова Да, здравствуйте, дорогие друзья Ну что, мы находимся сейчас на стадионе Рио-де-Жанейро И у нас здесь, в гетто, проходит Очень безумный футбольный матч Рядом со мной главный арбитр этой встречи Олегиньо Очень известный, очень суровый Расскажите, пожалуйста, как вам итоги этого первого тайма Кто поразил, кто удивил Поразил я, не дав забить кому-то О-о-о, какая ласточка От Вадиньо Ну и по-прежнему Ереминьо Так же еще не открыл О-о-о, МОН Это шикарно Отлично Грудью отыгрывает МОН И пишет себе В активе еще один голос Давайте аутмор Опять борьба Это покер Оформляет Смежана покер Ну, я понял, что я точну выиграть Смежана, безусловно, конечно, расстраивает Смежана Сейчас своих конкурентов очень сильно Ну тут стратегия, стратегия Правда, там, конечно, был один спорный эпизод В футбол я не особо люблю смотреть и играть Но на БМХ можно Это было очень, мне кажется, смешно Особенно тот момент, когда у меня рвется цепка И там пацаны друг друга ПАМ только еще Это было, кстати, очень опасно на самом деле Потому что мы все падали Мы все такие И все типа на друг друга Можно было разбиться, но это БМХ Ладно, мы еще это обсудим обязательно с арбитром Обратите внимание на тактику Старожилы этой игры Ой-ой-ой, акцент! Аккуратная игра, аккуратная игра Ну что, и опять Он, естественно, не давал всем остальным забить Понял, что у него есть там 2-3 мяча в копилке Задача какая? Тянуть время Я решила просто все время уводить мяч куда подальше от ворот Чтобы потянуть время И ребята просто не смогли вообще к нему прикоснуться Потеря, потеря в центре поля Вот мяча Ну что, Дмитрий Асу... Ооооо, фантастика! Бон! Ооо, Владимир! Просто шикарно! Очень юбка Ну, нужно будет еще, конечно, конечно Судьи будут разбирать эту игру У нас много видеоматериала Окончательные результаты будут вынесены чуть позднее Это что такое? Блин, посетимик! Блин, не распределяйте, у вас ноль, блядь! Финальти! Финальти, сука! Финальти! Финальти был в зоне ворот Вставайте, вставайте, все равно Берет Хадан и... Прям в стенку попадает Ну что... Время, время! И Ерема! И Дмитрий Асутин, мой! И еще Аксен! Очень красиво! Тихо, тихо, Ерема! Стойте! Я очень сильно испугался Но я как бы не специально Мы просто как-то ворота все бежали И он как-то падает И мне прям летит вынос с колесом Ну, что-то вроде все хорошо получилось Ну, вроде мое колесо ударился Не знаю, даже благодарить, не благодарить Вованас Что, типа, так получилось И из-за того, что мы врезались, типа Ну, короче, как посчитал судья Он был неправ, мне дали финальти Финальти! Финальти, конечно! Финальти, сука! Это финальти! Финальти! Один голкипер Вова против Еремы Оооо, Ерема был четок И он раскрывается Товарищ судья, ну как вам игра? Как вам первые эмоции? Очень горячая игра Мне кажется, горячее обычного футбола Нету, мне кажется Я считаю, что это было просто Легендарно, легендарно И, конечно Мы изобрели новый жанр Мы изобрели, безусловно, новый жанр Я бы хотел, чтобы сейчас раздались громкие аплодисменты Для всех спортсменов Это было просто феноменально Какая игра! Отдельные аплодисменты Снижение Денисовны Просто Что творила эта девчонка Никто не хлопает Девчонка удела этих парней Ах, спокойно Тот случай, когда размер не решает А решает Финическая нагленность Ну что, друзья Двигаемся в зону интервью И там будем подводить уже итоги Я думаю, что нам пора уходить отсюда Сказать спасибо большое Этому дому А мы идем дальше Да, да, да В школе и всем остальным Короче, это было круто Сегодня мы изобрели новый вид спорта Связанный с футболом Это самый лучший футбол, который может быть Вот смотри Там сейчас предварительные итоги есть Нам нужно сначала вернуться домой И замедленные повторы посмотреть Потому что там есть спорная ситуация Что один из голов ФК Снежана Прошел через ногу ФК Вова И возможно Это очко Надо засчитать ФК Вова И одновременно Есть вот такая история С двумя ногами на полу И Это надо посмотреть Надо точно изучить этот момент Я сейчас В такой суете Как бы Которая там происходила Я не берусь утверждать Там и Мон тоже Двумя ногами бегал Пару раз Но вроде в моменты Забивания голов Такого нет После просмотра повторов Гол Вовы и гол Мона Мы не зачитываем Все дело в том Что в этот момент У Вовы и у Мона Обе ноги стояли на земле Фактически Вова и Мон В этот момент Играли в обычный футбол Нашими правилами Такое не разрешается И не поддерживается В этот день на поле Приключилась еще одна Спорная ситуация Давайте посмотрим Внимательно на гол Артема Артем бьет Мяч уходит Возможно Касается Вовы А далее залетает в ворота Весь казус ситуации Заключается в том Что ни на одной из камер Не видно От кого же ушел мяч На одну камеру Закрывает Ереман Вторая камера Показывает сетку Крупным плановым А третья камера Просто не записала Этот момент На самом деле Это возможно Судьбоносный момент Но нам не удалось Достоверно определить Кто же из участников Забил на самом деле гол Поэтому мы решили Обратиться к вашей помощи В нашем телеграм-канале Уже открыто голосование Оно пройдет до 21 февраля Ссылка в описании Переходите, голосуйте Кто же из них Тема или Лова Забил этот гол И голосуйте честно Помните, что Возможно именно ваш голос Решит судьбу Кого-то из участников Очень порвалась цепь на футболе И мне Матвей подсобил Дал свою цепочку Я сейчас оттуда выжму звено Респект тебе Я сейчас запущу в инстаграм-сторис Где я отмечу его Что он мне помог Поэтому я думаю Ему тоже будет приятно Да, брат? В общем, чуваки Словно ветер не бросаем Нравится, конечно, социалочки Все эти прикольные Мы же, по идее, не профайл снимаем Где нужно жесткие трюки делать А вот социалочки Типа это круто Ну очки я бы оставил Ну я надеялся Надеялся? Надеялась Второй раз Надеялась Ну реально На маленькие задания На которых Я смогла бы Забрать Какие-то очки На самом деле Когда сказали То, что пол это лава Я думал Придется бегать Но оказалось Все немного проще И спасибо тебе Пол Что ты лава До встречи завтра До встречи завтра Завтра день покажет Но я буду стараться На полные силы Нужно Нужно догонять Снежану И не получать минус баллы Кстати Ладно, не буду ничего спойлерить Но скоро 24 Скоро 24 Я по-любому Нет, мне 19 Скоро будет 24 ступеньки С друг другом Пожалуйста Не сталкивайтесь Всем здоровья Как ты считаешь Балы не пахнут? Что важнее Путили Результат Я думаю Что баллы В нашем шоу не пахнут По условию задания Снежана Каждый из участников Должен называть Артема Снежаной Включая самого Артема Дело в том Что камера Не может следить За всеми участниками В течение всего дня А вот судья может Поэтому следующие участники По итогу дня Получают штрафные баллы Аксен Получает 5 штрафных баллов Артем Москачев Получает 15 штрафных баллов Мон Получает 5 штрафных баллов Итак, уважаемые зрители Наш проект В рамках этой серии Подходит к своему Логическому завершению И рядом со мной Стоит главный судья Как прошел Сегодняшний день, брат? День Как мы обсуждали Начинался с равной ситуации Закончился полным трешем Когда один участник Сильно обогнал остальных Но я хочу сказать всем зрителям Что это только начало И дальше начнется настоящая жесть Которую все эти места Еще не раз перетасуют И никто сейчас Не может предсказать Кто выиграет Какая бы там ни была У них стратегия Тактика И чего бы они там не придерживались Ну что? Сатэн на кону Каждый из пяти Может его поднять Меня зовут Макс Раз, два Это Олег Александров И оставайтесь с нами Мы к вам вернемся С проектом Который называется Баттл Рояль У меня ноги дрожат Я не хочу прыгать Вы мутаки? Вы говно? Сука Все? Типа это просто халявные баллы были Типа ничего такого Не знаю Разбитая корыта Плывет по течению Самого просто Это что? Это моби? Используйте Свои возможности Ну что, ребят Правила-то придумывайте Все, я понял Мы играем, типа, в режим крыса Руки можно вот сюда Дай мне так В момент прыжка Надо схватиться Руками за турник Моя стратегия Выиграть проект Дома дороги Моя стратегия Руками за турник 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 Руками за турник